всем привет вот это видео я хочу посвятить ну скажем так свидетелям ссср вот сейчас активно вообще в сетях да и так вот вокруг нас происходит такая дребедень что очень активно раскручивает вот эту всю тему ссср овскую и в контексте вот этой ссср овской темы нам предлагает отказаться платить там всякие эти штрафы налоги и жкх вот у них особый упор идет на жилищно-коммунальные услуги чтобы перестать платить за них и все так пропагандируется это все там выстраивается в какие-то псевдологические еще расскажу псевдологические лживые вот эти вот цепочки их не потому что ну вот мы сейчас это все разберем я не какой-то там юристом но я просто обычный человек может быть я в чем-то там конкретно не разбираюсь но такие вот такой вот бредятину которую нам все здесь накидывает но это по моему знаете вот любой разумный человек должен воспринимать это адекватно и видеть что происходит но только кончено тупое животное может не понимать что происходит это ну это просто невероятно и вот смотрите есть такое вот группа тараскина тараскин сергей вот давайте немножко зачитаем и сейчас будем разбираться во всем этом движении начало движению было положено 2010 году приехавшим из душинбы владельцем стоматологической клиники в зеленограде сергеем тараскиным 62 года рождения тараскина также называет а там у тараскин также называет огнебог тараскин и владетель вселенной утверждает что является гражданином ссср потомкам подданных российской империи царства русского и других ранее существовавших субъектов права в нашей стране россии русь тартария барея скифия и так далее потомкам благородной породы славян на которого распространяется грамота александра филипповича царя македонского государя государя монархии извините но это угар клиника лишилась инвестора у нее накопились долги по арендной плате и власти москвы потребовали освободить помещение тараскин обжаловал выселение в арбитражном суде москвы и во время судебного процесса объявил себя временно исполняющим должность президента ссср он также заявил что исполняет должность императора и главнокомандующего российской империи и и поклялся добросовестно исполнять взятые на себе обязательства до тех пор пока не будет не будет легитимно законно правомерно восстановлены все структуры но органы и организации указанных субъектов после чего я добровольно готов сложить себе эти обязательства он издал приказ о третьей мировой войне к которой должен как это угар значит о которой должен остановить возможное наступление нато на ссср и не позволить вооруженным силам военно-политического блока попасть в страну пообещав по 10 килограмм золота за ликвидацию президента любого государства оказывающего помощь нато а за генерала по 5 килограмм золота будет выдаваться также тараскин возродил кгб ссср и смерть и в своем обращении от 18 сентября 2015 года заявил следующее каждый из вас обязательно час x ответит за свои действия и свои бездействия в этот период все ваше бездействие будет трактоваться против вас в качестве идеологической основы для своего движения тараскин использовал смесь идеи немецкого движения рюкс рейхсбюргеров это вот мы сейчас и посмотрим это а также откровенно антисемитских идей и известных теорий заговора включая использование такой исторической подделки как протокол и сионских мудрецов и вот смотрите что происходит вот у нас тут есть такое движение рюксбюргеров в германии вот смотрите что они значит у нас вот российская федерация свидетель вот эти сср что заявляет российская федерация не суверенное государство а некая о зао ссср существует значит 2 сср существует до сих пор третье никаких легитимных документов о ликвидации сср нет четвертая конституция россии существует только формате проекта голосование за ним девяносто третьем году было нелегитимным 5 российская федерация управляется дистанционной из сша так и вот то что вот они говорят что у нас там ооо там и прочего татала буда это вот откуда вот это все берется это берется из сайта юпик и мы сейчас я вам сейчас покажу вот он сайт этот юпик и его там кое-где там банят что-то там блокирует тут опять какие-то ссылки возникает на него и вот смотрите значит вот на русский там нажал перевод по-русски что было тут и вот смотрите юпик вот этот был создан ассоциация автомобильной промышленности видей и ассоциации химической промышленности совместно с тут какие-то дра дан энд бред стрит джем они его теперь скажите мне вот просто объясните то есть вот эти люди рассказывают что ну там типа в этом по сайту лазить и вам показывает что там российская федерация это ооо там какая-то там зарегистрирована там на что-то на медведево там ну короче вот эта вся бредятина его теперь скажите ну то есть все наши органы там они тоже где-то как зарегистрированы там и теперь мне объясните то есть вот это вот братва да из транс крупных транснациональных компаний она вам дает она создала сайт на котором вам показывают что у вас там а о там и прочее вот эта херня где-то зарегистрирована там сша или еще где-то в британии там его теперь скажите они вам эту информацию дают с какой целью с целью чтобы вы начали бороться за свой суверенитет да за свою свободу для того чтобы быть богатыми и счастливыми правильно они для этого это делают то есть чтобы они стали чтобы вы стали суверенными счастливыми богатыми там свободными да чтобы нагнули их марионеток которые сидят у нас во власти правильно чтобы их отымели жестко и начали уже на уровне своей страны до взяли под контроль все и начали на уровне своей страны бороться вот с теми кто вы эту информацию вам дает я все правильно понимаю то есть вот эти глобалистки вот эти структуры они вам сливает информацию для того чтобы вы потом их же и нагнули благодаря этой информации все верно это правильная логика или или для чего они вам это все информацию дают если у вас не говно вместо мозгов а мозги реальные если у вас есть интеллекту подумайте зачем им это вам делать зачем вам создавать такой сайт где вот эту бредятину вам туда вбрасывать ну подумайте башкой немножко зачем они это делают я вот когда спрашиваю почему-то никто не может ответить зачем они это делают ну потому что у безмозглых баранов мозг отсутствует абсолютно полностью ну давайте дальше разбирать так возвращаемся значит обратно вот вот эти рейхсбюргеры в германии вот это движение вот смотрите вот то что у нас утверждали и что у них вот они утверждают первое абсолютно тезисы про те же самые только для их населения там смотрите фрг несуверенное государство а частная компания или общество с ограниченной ответственностью немецкий рейх существует до сих пор ну как и сэр тоже все до сих пор существует после окончания войны германия не подписывала мирный договор 3 4 значит основной закон который после объединения германии был преобразован конституцию не является конституции 5 германия управляется дистанционной сша то есть тезисы все те же самые только для нас одним способом под наш менталитет это все пробрасывает а у них это пробрасывает другим способом под их менталитет и ну все 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 та же самая тема и вот значит давайте вот сейчас еще прочитаем про тараскина что он там значит в период ответ его смотрите вот эта движуха вся активно создавалась период с 2010 года по 2016 год значит но в 2010 начал вот это все активно раскручиваться и вот по 2016 год тараскин сумел создать из своих сторонников вертикаль власти назначив на должность премьер-министра посла по особым поручением а также временно исполняющих обязанности главы украинской сср и губернаторов более чем 10 субъектов российской федерации среди которых такие крупные эти территориальные образования как волгоградская область вердловская область краснодарский край красноярский край а также возрожденная татарская сср в декабре 2016 года тараскин проводил заседание правительства сср челябинске где он и назначенный им руководитель администрации президента валерий рыжов выдавали участникам собрания паспорта сср и обещали что как только сср будет восстановлен правительство выплатит каждому по 14 миллиардов рублей со своей стороны участники собрания обязались поставить на баланс сср все имущество все свое имущество религиовед там значит силантеф отмечает что тараскин и его сторонники за сумму в полмиллиона оккупационных рублей продавали разрешение на торговлю спиртными напитками за оккупационные российские рубли торговали советскими документами осуществляли юридическое оформление на себя имущество доверчивых пенсионеров обещая им после захвата власти по 600 по 560 тонн золота на человека кроме того он указывает что участники данного движения помимо троллинга с судей и правоохранительные правоохранители они создают серьезную проблему энергетикам газовикам и коммунальщикам отказываясь платить за их услуги а в группе профсоюз ссср можно без можно значит без затей за 2000 рублей купить советский профсоюзный билет и за 200 рублей ежемесячных взносов на его карту поучаствую почувствовать себя свободным от многих обременительных трат человеком хотя и только хотя и только до принудительного отключения света отключение света и суда значит секта а секта мвд с ссср занимается продажей набирающей популярность советских номерных знаков наряду с советскими водительскими удостоверениями правами и талонами технического осмотра при этом всего за 19 тысяч бибариков билетов банка россии можно приобрести полный комплект который который дает полный иммунитет от сотрудников гиббд значит и отмечает что существует также благочестивая легенда о том что можно взять кредит по российскому паспорту а затем купить советский и прямо заявить банкиром что их деньги обращены в собственность ссср несмотря на то что на практике эта схема работает еще хуже предыдущий то есть это все реально не работает просто лохи ведутся на это бабки платят им пудрят мозги вот это хероборы вы понимаете что происходит туда они короче вот это там и язычество там и все и там все все вот собрали в кучу все вот это бредятину все это хрень и все смешали в кучу и вы и вот знаете и у немцев происходит то же самое вот эти рейхсбюргер и смотрите участники националистического движения в германии не признающий легитимность существования федеративной республики германии короче абсолютно как под копирку все то же самое происходит и называющие себя гражданами немецкого рейха существовавшего там с 1871 года границами государства считает существующей на политической карте границы до 1937 года участники имеют собственное удостоверение личности граждан рейха движение возникло в 1980 годы активную деятельность рейхсбюргеры начали вести в 2010 годах смотрите да движение давно зародилось уже там она тлела-тлела что-то там потихонечку шло а в 2010 они активно начали раскручиваться в 2010 и у нас это активно началось раскручиваться 2010 это и в сша начали активно раскручивать в англоязычных странах там сша там австралия вот эти страны ну короче британия там англоязычные страны у них такая же тема пошла и все это активно активно то есть она потихоньку потихоньку шло а потом резко на рванула потому что эти процессы управляемые абсолютно управляемый крупным крупным финансовым капиталом который который уже давно планирует снести этот мир к херам просто сейчас они уже подходят завершающему этапу сноса а тогда они постепенно создавали эти общества не их вели потихоньку курировали а сейчас активно раскручивают и вот смотрите значит в официальном из немецком источники значит рейсбюргеры описаны как некоторые группы правых экстремистов и конспирологов имеющие сектантскую направленность ну короче даже сама тема они там все кучу смешивают всякое говно это и все то же самое идет и вот смотрите тут тут в общем сама сама фишка в том что вот этих вот людей которые вот это все организовывают вот тараскин допустим его там с 20 года на домашний арест посадили то есть он он втягивает в это всю движуху огромное количество людей и при этом если кого-то и садят то я так понимаю что садят именно тех кто знаете вот когда аферист какая-то схема проводится некоторые вот эти вот кидал они смотрят что какая-то схема работает они пытаются то же самое имитировать то же самое делать я так понял у них вот это все централизованная тема идет где они под себя подминают вот эти вот все структуры и людей своих туда заводят а если кто-то левый пытается такую же тему прокрутить то его до его сажают его арестовый сажают все он сидит а именно тот то вот конкретно все это затеял он не сидит он был по домашним арестом продолжал этим всем заниматься сейчас и ему там с ноября 2021 года ну вот с недавнешнего время суд до сих пор все идет никак не могут у вас провести этот суд и теперь ему уже вроде как его признали вменяемым то есть представляете да то есть вот этот бред собрал эту кухню раскрутил его горяда обменяем и все и ему грозит штраф то есть ну может быть 10 лет тюрьмы но типа скорее всего будет штраф подождите какой штраф то есть он нагибает целое государство его не могут посадить и при этом говорят ну штрафом отделается чё что вы вообще но это угар какой-то или что это прикол или как это угроза национальному государству это ну грубо говоря ну можно сказать даже как госизмена там какую-то такую статью измена родине или что-то в этом роде а ему говорят да ничего страшного нормальный пацан вполне вменяемые хорошие вещи говорит и ну штрафом отделается за него братва ракфеллеровская заплатит ну как заплатит она своим шестеркам просто через него деньги передаст откаты им чтобы они сидели ровно и не замечали то что он творит ну то есть бред какой-то происходит вы понимаете что и вот смотрите та же самая херня происходит тоже германия они вот этот хрен который вот биры вольфан геррхард гюнтер который это все затеивал раскручивал такую же тему бредовую вот как под копирку одно и то же и вот смотрите тут с этого момента он стал называть себя себя государственным служащим рейха а спустя пять лет создал и возглавил к р р на своей новой должности главным образом он занимался толкованием юридических документов чем сейчас они и занимаются тоже также толкованием то есть они берут документы юридические по-своему их преподносит и безмозглый скотт это хавайт но мы сейчас это разберемся дальше и вот смотрите он продолжает свою деятельность в качестве канцлера немецкого рейха и после пережитого в 2013 году инсульта то есть его не сажает ему ничего не делают то есть они где-то кого-то отлавливают где-то там кого-то сажают с каких-то левых которые пытаются такой же имитировать и лохов разводить то есть печатать там всякие им документы левые продавать то есть они за бабки это печатают и просто на этом наживаются и они левых они левых сажают а те кто в этой структуре их которые не раскручивают их не трогают у них все хорошо ну максимум может ли отстраски знаете как какое поселение колонии там пару лет дать ну так если уж там общество как бы начинает нажимать сильно ну и нельзя же как бы вот там сказать нет мы его не тронем а общество скажет подождите а что происходит вы же как его экстремистом там террористом выставляете а почему тогда его не трогать и сажает как-то так поэтому для отстраски надо кого-то ну на пару лет найти как колонию поселения это куда-нибудь в какую-нибудь на хату конспирологическую загнать он там отсидится чтобы просто общество пар так сказать выпустила создать вот эту иллюзию типа отсидки там кого-то вот что происходит на самом деле и все вот эти главное тех кто реально это все создавал их не трогают они продолжают свою деятельность им плевать и насрать на всех так не бывает так бывает когда происходит имитация там какой-то там противостояния борьбы там или еще что-то потому что власти и в германии и у нас там и в сша это они все подчиняются глобалистам они все ходят под одной крышей это все вот ими управляется и вот эти же движения создаются этими же глобалисты поэтому видим что вот этих вот деятелей никого не трогать за жопу не берут и вот смотрите значит вот движение суверенных граждан неформальное общественное движение существующие в сша аналогичные движения используют используют также название свободные люди земли существует в канаде великобритании австралии это все чисто активно раскручивается смотрите движение суверенных граждан связано с российскими идеями о превосходстве белых антисемитской идеи о сионистском оккупационном движении типа си свят этим короче типа сионисты ну и короче евреи типа захватили тут всех они всех там моча там и все такое уник там их там римская вот этом право на 7 это все вот эти вот вот эти типа короче масоны херсоны они там все всех под себя подняли и надо сопротивляться а сопротивляться как вот этому типа оккупацион оккупационно блин оккупационному правительству каким образом сопротивляться а тем что надо перестать платить налоги штрафы за жкх перестать платить представляете то есть все один в один то же самое и вот смотрите вот по оценкам 2010 году число член движения в сша составила около 100 тысяч человек и было еще около 200 тысяч сочувствующим сочувствующих им то есть 2010 этом году везде по всему по всему миру начались активно распространяться эти движения вот участники движения считают что несмотря на то что они физически живут сша они являются суверенны они являются суверенными от государства они не признают никаких правительственных полномочий включая полномочия судов налоговых органов органов регистрации автомобилей правоохранительных органов они также не признают доллар сша что используется в качестве оправдания для занятия фальшивом оничеством то есть они свои там какие-то так как вот этих бибарики они там свои тебе барики там штампуют участники движения используют самодельный самодельные паспорта автомобильные номерные знаки водительские удостоверения короче один в один как под копирку то же самое что в германии что и у нас все одно и то же вы понимаете что происходит это что все вот так вот ни с того ни сего все у всех осенило да что их нагнули мы и они сразу начинают бороться и во всех по всему миру это происходит вы думаете это вот просто само собой так все возникло но неужели вы такие тупые безмозглые ишаки я не знаю как еще назвать этих идиотов которые вот в это все верю веровали и следует этому бреду да вы сумасшедшие просто и мы сейчас даже разберем как это все манипуляции эти дальше идут вот смотрите многие члены движения считают что принято значит в 1868 году 14 поправка конститут сша о равенстве всех перед законом предоставившая гражданские права чернокожим увела нацию от ее первоначальных корней ограничения прав государства в сторону федеральной корпорации тоже у них там корпорации как у нас все там оо зао там и прочая херня все не все все не так которая юридически поработила всех именно эта поправка с их точки зрения сделала незаконным федеральное правительство не стоит смотрите тут просто угар дальше несмотря на то что изначально движение суверенных граждан было связано с идеями о превосходстве белых в нем участвуют некоторые афроамериканцы сока которые в таком случае ориентируются на идеи так называемого мавританского научного храма америки вы понимаете какая каша в голове у идиотов вот как я могу называть вот этих всех существ упорылых которые вообще вот они дальше своего носа не видят два плюс два сложить не могут как я должен их называть хорошие прекрасные люди и заблуждающиеся да нет это и шаки безмозглые у которых я не знаю но это полностью отсутствует интеллект это даже это не люди это какие-то существа я не знаю они настолько тупорылые такой вред начинает причинять в причем действуя в интересах вот этого крупного финансового капитала в интересах глобалистов которые это все это движение раскручивает что вот у меня возникает вот желание вот ладно я не буду говорить что сделать с ними но это просто сука ублюдки тупые которые такие же тупорылые как вот эти псевдо патриоты это что одна социальная группа идиотов что вторая социальная группа идиотов между которыми разыгрывать спектакль одним там тезисы одни ложные вкладывают в их безмозглые бестолковки а другим другие геополитические там что они там борются там с кем-то что-то какая-то херня а у этих что их всех обманули кинули там какие-то сианисты там еще кто-то там хер пойми там масоны всех нагнули там римское право там над всем там морское право надо и вот если мы сейчас откажемся от всего то мы победим и станем сразу великими счастливыми богатыми да нет вы разрушите вы помогаете ублюдкам этим разрушать экономику и вас использует я одну я сейчас объясню как это происходит так ну в общем вы поняли да что все вот это это все вот одна одна движуха это все одно и то же и вот смотрите вот сейчас мы давайте сейчас разберем кое-какие тезисы которые вот мне тут я общался вот тема какая я вот тут был в группах наших ладивостокских которые были созданы типа для для борьбы с вот с этим баранобеси и вот эти группы я уже понял что вот эти все группы которые там якобы для борьбы там за все хорошее против всего плохого там с этими коронавистием там прочее это чушь это все подставные группы которые создаются централизованно для того чтобы потом в этих группах людям промывать мозги они загоняют протестные социальные группы в эти группы интернет-группы сетевые и там жестко промывает мозги там активно действует вот эти вот вся вот это вот шобла-ёбла из этих вот так называемых сссерского движения который начинает такой бред рассказывать они там семинары проводят уже бабло собирают там с лохов и промывает мозги и я так понимаю что это все делается под фейсбешной крышей потому что и с ними ничего не происходит то есть если какой-то я так понял левый залетный туда залетает и пытается что-то там замутить свое не централизованно не не вот не входя в эту всю группу которая там они раскручивают то его до его убирают сразу а их людей которые вот этим занимается их не трогают у них все хорошо все нормально не продолжает раскручивать это бред и втягивает в огромное количество вот этих тупорыл и безмозглых ишаков которые на это все ведутся я когда-то начал зашел я начал вот с этим всем разбираться начал в этой группе вот в одной там у нас короче тут одна группа называлась там одна владивосток нюрнберг вторая короче там взаимопомощь двфо и вот в одной группе взаимопомощь двфо там активно работают вот эти вот уроды которые вот это все раскручивает у них там целая группа и они делают вид что они якобы там не вместе но они самом деле действует централизованно вместе они как бы кидаются начинает там кусать если кто-то не против я вот начал с ними обеседовать и расчехлять их начал и там такое понеслось они начали какой-то бред сперва там гнать вот про это все и сырского буду вот это все вот это вот как это там меня там типа я вот там свое какое-то им навязываю какое-то свое мнение какое мнение я по законам я по этим ориентируюсь и логика разум и факты и вот эти акты всякие законодательные показывают как которые они интерпретируют по какому-то дебильному своему мировоззрению то есть они бред какой-то несут показывают и говорят совсем не то о чем говорится в этих постановлениях всех то есть они совсем другие вещи говорят они игнорируют там написано одно не говорят совсем другое но это же бред какой-то и влахи тупые ведутся они вот лохам в это знать это майданной технологии это тоже самое что вот как помните на вот на украине как там нас всех там обобрали нам не дают в евро интеграцию провести мы сейчас там трусики там кружевные у нас будут у нас там зарплаты европейские будут там пенсии сука европейские и что а в итоге что получилось как бы типа воров там геть из рада этих всяких там и что где эти ублюдки которые ворвали они как сидели в этой ради так они сидят дальше и они еще радикальнее стали еще наглее еще больше оборзели и что хорошего в этом а интеграция ваше что она принесла вам у вас что там пенсии до европейские возникли зарплаты или у вас война и потери территории и вас до сих пор на на кукан насаживает и все глубже и глубже проникает вас да и буду это делать до тех пор пока вас не уничтожат к херам так вот это все и происходит и встает и благодаря чему это все происходит это благодаря происходит глупости эгоизму и горделивости которые в людях взрастила вот это вот все телевизор и прочего такого года скандалы интриги расследования вот эта вся херня засирали засирали мозги и люди превращаются тупых ублюдков скотов которые начинают мнить себя пупами земли что они тут великие цари а прям цари и боги а вокруг там и все бедных несчастных облапошивают там говнюки вот эти надо вот сейчас пойти там выступить против говнюков и все и они ста и сразу вот эти шаги тупые безмозглые они сразу станут богатыми счастливыми и продвинутыми ну и к чему это все приводит это приводит тому что этих лохов используют часть из них там и утилизирует в ходе вот этой всех их майданов и забастовок а части превращает в тупой скот а вот те кто вот эти псевдопатриоты тупорылые которые не понимают что ими манипулируют их на войнушку куда-нибудь отправляет и уйти утилизирует там наиболее активных а лохов безмозглых уже там оставляет уже к тому времени схавают все что угодно это вот эти процессы это все строится именно на глупости корысти в эгоизме вот этих самых людей на и горделивости это манипуляция вот на именно на вот этих вот принципах идет и здесь происходит то же самое у вас там эти вот подонки все у вас украли давайте перестанем платить и все и счастье наступит да если вы перестанете платить и вы подпилите сок ублюдки тупые на котором вы сидите безмозглые шаки и на этом и вас к этому и ведут им это и надо вот эта вся кухня который мы сейчас видим это только для разрушения индустриальной нашей экономики нынешней это уже десятилетиями они к этому идут они все иду ведут к этому у них там были цели развития тысячелетия там с 2000 по 2015 год сейчас цели устойчивого развития уже это конечный этап вот этого все переформатирование потом у них с 15 ой с 30 года по 45 там тоже какие-то там цели и планируется но там уже у них идет совмещение уже человека с техникой с технологиями то есть на уже киборгов они уже там планируют штамповать уже в новом дивном их мире а новый дивный мир они до 2030 хотят построить их 2030 им надо снести нынешнюю экономику и перейти на их инклюзивный капитализм и они вот это все вот это движение вот эти всякие они раздувают только для этого чтобы вы сами собственными руками подпилили сук на котором сидите идиоты чтобы сами себя прикончили так вот вот эти группах вот эти твари они начинает такой бред нести вот эти какие то паспорта показывают там но представить это некоторые не знаю но это на кого рассчитана по моему знаете мне кажется даже дети не могут быть такими тупыми чтоб это вот воспринимать а вот эти вот идиоты они воспринимает и верят в это все они там показывают рассказывают какой-то бред там что у тебя в паспорте капсом написано большими буквами все это означает что ты человек второго сорта вот в ссср у них там писали прописью писали. И там первое заглавное, а дальше мелкими буквами. И это что значит? Что ты свободный был? То есть ты был человеком первого сорта? То есть они тут же говорят, что у них на два сорта, там какие-то бумажки показывают левые, что у них там на два сорта делятся люди. Если у тебя капсом, то ты второго сорта, с тобой можно делать что угодно. Тебя можно обокрасть, посадить, там и все такое. А в СССР у вас, когда мелким шрифтом писали, вас, получается, не обкрадывали и не садили, да? То есть вы неприкосновенные были в СССР. Вам на все плевать было? Вы богатые, счастливые, да? И неприкосновенные были. Но это какой бред? Ну что за дурость? И если мы поменяем сейчас эти паспорта, да, то окажется, что мы станем сразу богатыми, суверенными, независимыми и счастливыми, да? И вас никто не сможет посадить, ничего с вами сделает. Можете что угодно делать, вас не тронут. Но это же бред. Это бред. Откройте, вот сейчас ради прикола, просто откройте, допустим, в интернете, найдите паспорт Обамы, к примеру, и Хилари Клинтон. Посмотрите, какими буквами там написано. Там написано заглавными буквами у них, в их паспортах написано заглавными капсом. Это что значит? Что они люди второго сорта, их можно грабить, воровывать, да и садить можно их? Да нет, они неприкосновенные. Потому что они под глобалистами. И никакой там капс, шмапс или прочая эта херня бредовая, которую они несут, она не имеет никакого значения. Это же бред. Вы что, чокнутые, что ли? Что происходит? И вот начинаешь им это писать, они начинают, да что ты нам свое мнение навязываешь, да ты оскорбляешь нас. И у них, знаете, они как централизованно сразу начинают, типа якобы разные люди, но они начинают одновременно сразу гундеть там и начинают визжать. Ты нас оскорбляешь, ты такой не... Главное, они на меня сыпят там и матами, и как угодно. То есть там грязью просто поливают. При этом о ним получается меня не оскорбляет, но эти же люди, которые на меня там маты гонят и грязью поливают, они пишут, что он нас оскорбил. Где здесь админ? Быстрее, он нас оскорбил. И они все начинают это визжать. Представляете, бред какой. И тут появляется админ, который говорит, вот смотри, что ты творишь, ты тут такой панику тут наводишь, кипишь, зачем ты это делаешь? Ты так неправильно себя ведешь, поэтому ты будешь забанен. И тебя чика выпиливает, представляете? То есть они на тебя наехали, обматерили, потом говорят, что это ты их оскорбил и тебя выпиливает. Потом в группе, в этой Владивосток-Нюрнберг, ну я перешел туда, я там мало был, потом думаю, ну ладно, там надо посмотреть, что происходит. Захожу туда, я этих чертей там не увидел, но я увидел других, которые начинают раскручивать вот эту войну. Там у нас война, там миллиарды погибают, ну не миллиарды, миллионы, там все, там конец всем. И начинают панику наводить. Я начинаю объяснять, что говорю, покажите трупы. Они мне там начинают показывать, знаете как, они обычно начинают, если что-то линкует, то показывают старые кадры 14-16 года, особенно любят после аэропорта вот этого Донецкого там показывать пленных, там когда их там брали эти ДНРовцы. Причем не российские войска, а ДНРовцы брали плен. Показывают трупы там, которые после Дебальцева, особенно любят показывать там трупы вот после этих боев Дебальцева. Вот это да, они показывают. Я говорю, подождите, так это же бред. Вы мне покажите трупы, которые раненых, трупы, где вот эти все люди, которые не надо мне показывать старое видео, где плашка такая, знаете, старое видео показывает И такую букву, как им там прописано, допустим, 20, там какой-нибудь, 5, там 0, 2, там 20, ну вот эти даты ставят нынешние. Да это старые видео, вы просто даты лепите свои и показываете их как будто как новые, это же бред, что за чушь. Я говорю, вы покажите новые, где человек сам говорит, что вот такая-то дата сейчас, вот такой-то год, и вот это происходит, и показывает там ранены, трупы и все такое. Но этих видео нету, нету вообще такого, представляете? Как такое может быть? Если там вот войнушка у них была активна, 14-16 год на Донбассе, то там и горы трупов эти показывали, и убиты, и гражданские разбомбленные, и рваные, и штопанные, и каких там только не было. Чего там только не было. А сейчас те же самые кадры показывают и говорят, это вот сейчас происходит, но это же ложь. Какая войнушка? И просто они панику раздувают вот эту. И надо типа давайте выйдем там против вот этой войнушки там. Им надо создавать вот эти конвои свободы, потом вот эти, которые типа против войнушки, потом вот эти вот СССРовцы, вот эти, которые хотят против, тоже типа там против права там римского, все они там борются против каких-то там сионистов. Глобалистов имитируют борьбу. Они не борются, они просто имитируют, это сами же глобалисты против себя вот с помощью вот этих ишаков безмозглых имитируют эту борьбу. И это все будет, это все происходит исключительно только ради того, чтобы стравливать людей между собой и организовать хаос, организовать голод через эти конвои и ломать нашу экономику через те же неуплаты, вот эти штрафы, налогов. То есть подрывать вот эту систему всю, которая собирает, на которой основан наш госбюджет. Это делается благодаря самой власти, которая под глобалистами ходит, потому что они поощряют этих чертей. Они их не трогают и они годами это все настраивают и они их просто прикрывают. Под их же крышей они всем этим занимаются. И вот смотрите, в общем меня короче выпилили из той группы, я начал там общаться с этим троллем, который вот это все раздувал, этот бред. Начал общаться, тут же появляется админ. А, этот тролль начинает визжать, что я его там тоже так же что-то оскорбляю, что-то я там неправильно себя веду. Хотя я действую на уровне фактов, то есть я документацию, факты, все логически раскладываю. Мне пишут, что я оскорбляю, я тут ужасная какая-то мерзость, там тварь, и меня тут же раз, и короче появляется админ, который выпиливает. Он мне все там сообщения удаляет, чтобы никто не видел то, что я там послал. И меня оттуда банят. То есть вот так вот происходит. Эти все группы, они подставные. Я еще когда общался с одним там, с этой группой, меня там поначалу, я тоже начал как бы раскручивать эту правду, а меня оттуда раз и выпилили, я сперва не понял. Я там через одну девушку, которая мне давала ссылку на эту группу, я через нее, короче, вышел на главного вот этого админа, который как бы раскручивал изначально целую кучу вот таких групп, а потом он там сажал своих, там, девушка одна, она сажала своих админов, и которые уже руководили этими группами. То есть она конкретно этим не занималась. Я вышел на нее тогда через эту девушку, она мне дала контакты, короче, телефоны. Ну, телефон там одного из админов, который контролирует эти группы. Я вышел на него, и мы вот с этим, значит, Сергей, по-моему, зовут его, пообщались. А, ну, пообщались, и он типа давай встретимся, поговорим. Я говорю, ну, хорошо, мы тут в Владивостоке с ним встретились. То есть там, я в машине, ну, к нему там сел в машину, посидели, поговорили за жизнь там, и все. И я говорю, надо же людям показывать правду, право, вот эти все приватизации, вот эти все, ну, то, что я у себя показываю. Я говорю, я начал у вас в группе это все показывать, а меня выпилили и удалили оттуда. Я говорю, а что происходит? И он там начал, я говорю, а кто это сделал? И он так мне не сказал, кто это сделал. Он, да ладно, это типа не важно, ну, хорошо, мы типа ладно тебя в группу возьмем. И он начал меня подталкивать к тому, что я должен участвовать в их вот этих флешмобов, так, всяких. Вот, знаете, я должен поучаствовать в этой теме, что написать там Путину письмо, там, чтобы не ку-ку коды эти, не вводите, пожалуйста, дядюшка Путин, мы вас просим. Но вот это бред, понимаете? Вот это бред, я должен был заниматься, но это чушь какая-то собачья. Я еще говорю, а почему, говорю, нельзя вот правду давать людям, как это, ну, что за бред такой? А он говорит, ну, люди просто еще не готовы, надо, это тоже надо будет делать. А пока люди не готовы к тому, чтобы вот эту, такую информацию через себя пропускать. Я еще думаю, какую хрена, что он несет? Он что, гонит, что ли? Какую информацию люди не готовы? Когда они будут готовы? Когда ишаками отцифрованными станут, да? С зомбированными глазами и не будут понимать, что происходит? И их как ишаков будут куда-то подталкивать там? Тогда они будут готовы, что ли, воспринимать? Что за бред? Я еще тут начал подозревать, что здесь что-то не то. Но теперь уже стало ясно, что все вот эти группы, это все подставные. Они, видимо, там, ну, видимо, какие-то там, может, финансовые интересы или что у них там. Но так не бывает, чтобы они так сопротивлялись таким образом, чтобы выпиливали как раз тех, кто говорит правду и показывает факты. И продвигали, потому что они там закрепляют сообщения за этими гражданами СССР, чтобы люди шли туда и зомбировались. Понимаете, в чем дело? То есть они, видимо, какие-то свои бабки там получают. Ну, как знаете, эти граждане СССР там, кто на верхушке, им, видимо, типа, давайте зарекламируем правильное движение там за борьбу там против вот этих всех оккупантов. За борьбу, чтобы подорвать просто экономику. Вот так у них борьба происходит в интересах как раз этих оккупантов. И им, видимо, какие-то откаты бабки дают, чтобы они закрепляли сообщения, как бы, через эти группы, чтобы побольше людей втянуть. Понимаете, в чем дело? И у них свои, видимо, интересы. Вот они это все и продвигают. И если кто-то, как я, допустим, заходит, начинает разоблачать всех этих ушлепков, тупорылых, причем конкретно все расклады давать, они сразу, опа, ага, надо выпилить этого. А то он нам мешает. Мы тут бабло рубим, а он нам мешает этим заниматься. И они выпиливают. И я вот ему последний раз этому Сергею там сообщение скидываю в телеге, говорю, а что происходит? Почему у меня выпилили? Я же правду показывал. Он, ну, типа, ты вот, люди там не согласны, они думают по-другому. Представляете, начал такую брень мне нести. Они думают по-другому, они не хотят слышать то, что ты говоришь. Подождите, ну я говорю правду как есть. Завтра этих этих ушлепков, тупорылых, их прикончат, их детей поубивает просто. А они не хотят слышать, что я говорю? То есть, подожди, Сережа, ты что несешь? Ну, то есть, короче, он так выговорил, что ты, типа, успокойся, смирись, короче. Ты должен это, как, знаешь, простить и понять. Смириться, короче, он ты должен с этим. Не надо, вы угораете, ребята. Я должен с этим всем смириться. Ну, вот они вот так подводят, представляете? И те и шаки, там, мне начали, там, еще писать тоже в Тереге, что, голосовые сообщения, что, типа, ты вот там прешь против вселенной какую-то херню. Ты нам какое-то свое, там, неправильное мнение навязываешь. Ты против вселенной прешь, и ты будешь за это наказан. Короче, они начали так все, знаете, выкручивать. Начали угрожать таким образом, что, типа, я буду наказан. И, ну, не то, что там они, типа, не мы, типа, тебе с тобой. Мы там все это сделаем. С тобой, типа, ну, типа, короче, знаете как, судьба с тобой поступит как надо, короче. Ну, я так понял, что это, типа, они намекали на то, что крыша их, что ли, ФСБшная, меня нагнет или что? То есть вот подводили под такой, что кто-то мне придет и нагнет, короче. Ну, типа, не мы, не мы, конечно, нет, 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 а вот ты, типа, получишь еще свое. Это за то, что я показываю, что они бред несут про все их паспорта, про все вот эти постановления, где они просто откровенно людей обманывают. Я вот это показываю, они говорят, тебя нагнут. Тебя нагнут, ты допрыгаешься, типа, ты, типа, суешь свой нос туда, куда не следует, тебя нагнут. Вот, вы представляете, да? Это что, а может завтра мне и правду башку снесут, деньги, все. Почему? Потому что я показывал людям правду, меня за этих групп выпилили, и еще и сказали, что меня и прихлопнут еще за это, за то, что я показываю людям правду. А этих тварей, которые к этому всему ведут, их не трогают, у них все хорошо. У них, видимо, крыша, как я говорил, ФСБшная, поэтому у них, они неприкосновенные, их нельзя трогать. Левых, которые пытаются такую же тему прокрутить без их ведома, без глобалистской вот этой структуры, просто свои лохотроны устроить, и тоже так же, как они продавать эту всю херню, там, номерные знаки, вот эти вот, там, их удостоверения, вот эти левые какие-то. Вот тех нагибают, да, тех нагибают, потому что они не в этой системе. А этим можно все, и они еще и угрожают наглую охренеть, и выпиливать тебя, чтобы ты людям правду не мог показать. Вот это все, вот это все движение к сопротивлению, это все чушь собачья. Это все создано, высосано из пальца, создано только для того, чтобы контролировать протестные социальные группы. Все для контроля, они сами и создают это все, протестное движение, чтобы контролировать тупых, которые не понимают, что происходит. И теперь вот давайте разберем еще момент, где, вот как промывка мозгов происходит. Вот эти, сейчас посмотрим, вот эти постановления, там, прочую эту лабуду. И вот давайте, вот мне там, одна там курица, короче, которая тут тоже с Владивостока, я с ней беседовал, она мне на Юсупова, типа, ссылку давала, чтобы вот она сомневалась идти в это движение или нет. Но посмотрела Юсупа и поняла, что там все правда, все истина, и надо идти срочно в это движение. Надо перестать платить за все, на все болт положить, короче, и керам снести все государство. И тогда у нас счастье наступит и процветание. И при этом она отказалась тут же показать свое лицо. Я так понял, что она из той же группы, просто, типа, она левая, но она из той же группы, с которой промывает мозги. И она, почему, я так подумал, потому что, ну, у меня там и запись есть, ладно, я сейчас не буду показывать, потому что долго мы там, ну, час где-то примерно с ней общались, а потом еще полчаса, но я, правда, не записал уже, где я уже эти, показывал, как это лохотроны выглядят. Ну, то есть, уже разоблачал всю эту тему. И она мне подводила, что ты же, типа, мне сказали, говорит, что ты блогер, давай, типа, ты, мы будем вот там бороться, а ты будешь освещать нас. Короче, они пытались втянуть меня в это их сраное, это СССРское, вот это глобалистское движение. А потом, когда я начал, ну, как бы, объяснять все эти вещи, она поняла, что не получится это все втянуть. Ну, и, в общем, неинтересно сразу ей стало со мной общаться. Так вот, она мне на Исупова давала ссылку, который там, типа, показывает, разоблачает, как это все там происходит, ужасы. Ну, вот давайте сейчас вот на его, на примере вот этого Исупова, ну, он как один из этих ублюдков, который раздувает это все. Мы посмотрим, как это все, ну, как они просто мозги морочат людям, как они дурят тупо идиотов откровенных, затягивают в это всю их секту. И вот здесь местный муниципалитет, это получается, если у вас в Москве, то глава управы, да, глава управы. Вот он заключает с этой управляющей компанией договор, договор доверительного управления. Пока не будет вот этого договора, управляющая компания не может управлять вашим домом. Так как договор доверительного управления есть, значит, муниципалитет обязан оплачивать услуги, которые оказывает вашему дому эта управляющая компания. Откуда эти денежные средства берутся? Вот правительство Российской Федерации у нас, согласно постановлению, это каждые там 2-3 года правительство Российской Федерации выпускает постановление по оплате бюджетных средств. То есть, там было 97-е постановление, потом сейчас какое-то 12-е. И в итоге получается, что все вот эти услуги за каждый квадратный метр, за подачу газа, за все услуги, которые оказываются вашему дому, уже оплачены. Уже они оплачены. Так, вот он сказал о постановлении 97-м, вот мы сейчас и рассмотрим это 97-е постановление. Это одно из постановлений, которые, да, как он говорил, на 2-3 года деньги выделяются, согласно этим постановлениям. Так вот, смотрите, постановление правительства РФ от 11 февраля 2016 года за номером 97 о федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016-2018 годы. Вот, и сейчас уже на данный момент она утратила силу, там дальше другие постановления, точно такие же пошли постановления. Так вот, смотрите, ну они ссылаются тут, ну тогда еще на это постановление ссылались. Ну и вот, смотрим. Значит, правительство РФ постановляет утвердить федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в среднем по РФ на 2016-2018 годы, которые применяются в целях определения размера межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетом Российской Федерации, в том числе для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Здесь говорится в постановлении, он говорит, что за нас правительство Российской Федерации уже заплатило эти все коммунальные услуги. Но оно не заплатило, эта мерзость, в которую вот это вот все у вас в заблуждение вводит вся эта СССРовская блевотина глобалистская, он это делает намеренно, это вброс, он намеренно вас обманывает. Оно не заплатило согласному постановлению. Откройте это постановление и почитайте, что там написано, тараканы безмозглые. Если у вас мозгов нету, и это я не ко всем сейчас обращаюсь, а к тем тупорылым, которые пребывают в каких-то иллюзиях идиотских своих, которым нравится, что ими манипулируют. Вот откройте это постановление и почитайте. Это федеральные стандарты оплаты жилого помещения, то есть это деньги идут, получается, на содержание вот этого жилого помещения, капремонт и прочее, а также коммунальных услуг. Это свет, вода, газ, отопление, вот это все. И на три года, получается, деньги выделяются. И еще раз читайте, который применяется в целях определения размера межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации. То есть из основного бюджета выделяется по всем бюджетам субъектам Российской Федерации, то есть по регионам. В регионы вот этот бюджет один берется, деньги выделяются, он делится по регионам, в среднем высчитывают в каких регионах, там сколько людей живет, кому какие пособия там нужны, это все рассчитывается заранее. И вот этот бюджет, он делится по субъектам. Одному столько-то денег, другому столько-то высылается денег по разным субъектам Федерации Российской. И это тут говорится в том числе для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений коммунальных услуг. Финансовой помощи. Что вообще это все значит? Это означает субсидии. Что такое субсидия? Субсидия, смотрите, субсидия, значит, это помощь, поддержка, помощь, о которой там говорится. Выплаты, значит, субсидия, выплаты, предоставляемые за счет государственного или местного бюджета, а также выплаты специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти других государств. Теперь смотрите, определение. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации следует различать два вида субсидий. И вот как раз один из видов, это субсидия, межбюджетный трансфер, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств. Софинансирование, это идет помощь для софинансирования. Софинансирование малоимущим или тем, кто в данный момент не может себе позволить оплачивать какие-то коммунальные услуги, связанные с каким-то там определенной ситуацией возникшего у человека. И тогда человек пишет вот это заявление в свои местные органы федерального самоуправления, он им пишет заявление о субсидии, где его потом рассматривают это заявление в течение месяца. Это рассматривается, это субсидия ему назначается, не знаю сколько там, 6 или сколько месяцев дается. А потом он должен опять повторить то же самое заявление, написать, опять рассматривается, опять его это принимает или не принимает. Так вот субсидии это межбюджетный трансфер, о котором идет речь. для выделения вот эти деньги в межбюджетный трансфер, это и есть субсидия. Это деньги, идущие на субсидию, чтобы софинансировать, помогать вам пооплачивать малоимущим их жилищно-коммунальные услуги и помещения, в которых они живут. То есть на ремонт этих помещений, обслуживания и услуги коммунальные. То есть свет, газ, тепло, вода. Вот что происходит. А вам рассказывают, что за вас заплатили. Вы понимаете или нет? И вот, еще вот по субсидии сразу покажу. Вот она, конкретно вот это субсидия на оплату ЖКУ, о чем говорится в этом постановлении, на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидия это денежное пособие от государства, которое предоставляется гражданину, испытывающему финансовые трудности для частичной оплаты, для частичной оплаты, то есть вас софинансируют, для частичной государства софинансируют через эти субсидии для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Субсидия положена тем, чей доход не превышает установленный прожиточный минимум и чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги превышает предельно допустимую долю от дохода там я не помню с какой процентом если у тебя ты значит прожиточный минимум у тебя доходы короче у твой доход меньше чем прожиточный минимум а прожиточный минимум нас там 2 12 600 90 654 лидит что-то короче короче где-то 2 но чуть более там 12 полный тысяч час или сну или около того я сейчас не буду там рыться я так на по памяти просто примерно в общем где-то около этого и если у вас ваш доход не превышает допустимый вот этот установлен прожиточный минимум если ваши услуги на жилищно-коммунальным то есть расходы на жилищно-коммунальные услуги превышает вот эту предельно допустимую долю от дохода там сколько-то процентов то вам дается это субсидия и вот эти деньги которые к вам пришли из основного бюджета ваш федеральный бюджет местный эти деньги распределяются между такими как вы людьми на частичное погашение жилищно-коммунальных услуг ну какими же надо быть безмозглыми баранами чтобы не понимать этих вещей это ну любой юристом не знаю кто там вот я обычно я вообще к юриспруденции никакого отношения имею но даже мне понятно вот эти вещи это надо быть вообще конченным идиотом болваном у которых мозг полностью отсутствует чтобы не понимать этих вещей и это вот этот вот это вся вот херня вам накручивается специально это делается вы понимаете то есть вот эти упыри они это делают абсолютно специально я вам сейчас ну я дальше просто объясню для чего делается вот сейчас немножко давайте еще разберемся как-то манипуляции они проводят а потом я объясню для чего это вот это вся бред вот этот вбрасывается и внушается бестолковым баранам. Поэтому вот эти вот документы, то, что к вам приходит, они незаконны. В этом случае, когда к вам приходит этот документ, вы должны писать заявление о преступлении. То есть, какое преступление совершают они? Это вот они, 402-й федеральный закон нарушают, в первую очередь. Это первое. Второе. У них самое основное есть 103-й федеральный закон, 103-й ФЗ, который говорит о том, что вот эти вот расчетные счеты, которые у них, на счет, который вы оплачиваете, он является транзитным. А для того, что если, и вот согласно федерального закона, есть постановление Центробанка, что все платежи по приему от населения должны перечисляться на счет, начинается с 408-21, далее там 810, так далее и так далее. Вот это основной счет 408-21, который контролируется именно, под контролем находится у налоговой службы. То есть, вот эти деньги, которые приходят на этот счет, они контролируются налоговой службой. То есть, чтобы эти денежные средства от населения, которые поступают, они должны оплачиваться, в первую очередь, оплачиваться ресурсоснабжающим компаниям, да, если это управляющая компания, допустим, она обязана заключить ресурсоснабжающими организациями, РСО. Вот они с ними должны заключить договор. То есть, они заключая с ними договор, они обязаны им, за то, что они предоставляют, допустим, услуги по обслуживанию, отопления, там, подачи воды, они им, если они оказывают услуги какие-либо, они обязаны им оплачивать. А оплачивать они должны с этого счета. А за этим, за правильностью отправки этих денежных средств, полученные от населения, должна контролировать налоговая служба, налоговый орган. В этом случае, раз, у них счет 407,02, да, как у этих организаций областных, да, и многих регионов, и если в Москве 409,11, это все, ребята, транзитные счета, которые не контролируют налоговый орган. То есть, они, вы оплачивая транзитные счета, подпадаете под уголовную статью 275. Это «Измена Родине», называется уголовная статья уголовного кодекса, да, 275. Дело в том, что, согласно федерального закона 115, это отмывание денежных средств, то есть финансирование террористических организаций. Мы же не знаем, кого они, кому оплачивают. Ну, вот вы послушали, да, сейчас вот этот фееричный бред, что если вы оплачиваете, ну, вот он имеет вам эти квитанции на оплату пришли, да, и там должен быть обязательно там 408, там 21, да, то есть, вот, смотрите, да, 408, это у нас что? Это у нас, значит, приложение, короче, по платежным этим организациям, скажем так, ну, короче, вот по вот этим расчетным счетам идет там классификация под какими номерами, какие счета. И вот у нас он говорит, что все должно быть по 400, так вот, 408, да, 408, что-то там 21, да, специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента, субагента, поставщика. Ну, то есть, бред какой-то несет. Вот, я не могу понять, с чего вообще он высосал это. А если, типа, вы вот сюда вот оплачиваете, да, то это вы террористов каких-то финансируете куда-то там, какие-то эти счета идут куда-то за границу, это вы предаете родину там, измена родины. Это просто угар какой-то, я вообще, я в шоке, я смотрю на это все, и, знаете, я вот, думаю, ну, по-моему, даже шизофреники, они настолько, по-моему, даже они не способны на такую херню. Ну, это какое-то, это что-то неестественное получается, какой-то бред неестественный. Хотя, если ты понимаешь, что это намеренно все вбросы идут, тогда все, в принципе, понятно и естественно. Так вот, смотрите, что значит 408? Вот он все про это зациклился на этом 408, вот этот счет. 408, вот смотрите, давайте даже я вот сейчас разберу на собственном опыте. Вот смотрите, у нас есть счет, вот здесь вот, 408, так, сейчас скажу, 408,02, вот есть такая платежка, 408,02. Вот мы смотрим, 408,02, так, 408,02. Это у нас идут индивидуальные предприниматели, то есть 408 это прочие счета. Вот смотрите, 407, у вас есть в платежках 407, как правило, и 406. Вот либо 406, либо 407, но это как правило. Так вот, 406, если у вас идет, это счета организации, находящиеся в государственной собственности. То есть это, то есть организации, находящиеся в государственной собственности. А 407, если у вас в платежках, то это счета негосударственных организаций. Они либо у вас такие, либо такие. А вот эти прочие счета, это индивидуальные предприниматели. Вот как пример, смотрите, тут есть платежка. 408.02 расчетный счет. Это у нас тут ИП Красавин, допустим. И чем он занимается? Это техническое обслуживание системы домофон. Вы понимаете? То есть мегафон, домофон, шмалофон или еще что-то, это человек просто индивидуальный предприниматель, который, допустим, установил в определенных домах домофоны и подписал жильцами вот эти договора, что они ему за обслуживание этих домофонов будут платить деньги. То есть это не относится ни к каким там юридическим лицам он там или еще что-то. Это просто обычный индивидуальный предприниматель, то есть физическое лицо. И вот как индивидуальный предприниматель ему на этот счет поступают деньги. Причем здесь какой-то бред там, что это там правильно, то неправильно. Здесь все деньги распределяются просто по определенным счетам. И они все, ну их все видно. А то он рассказывает, что это куда-то ушли в офшоры, деньги с вас собрали, за вас якобы государство заплатило, а ваши деньги забрало и в офшоры куда-то отправило террористов спонсировать. Это вообще как? Вы понимаете, что это шизофрения? Вот смотрите, дальше идем. Вот счета, допустим. Так, вот расчетный счет 406-02. Приморский водоканал. 406-02. Коммерческая организация у нас. Это на счет коммерческих организаций идет. Что там дальше у нас есть? Так, вот АО ДГК. Ну это тепло. Горячая вода, отопление. Расчетный счет у нас тут идет. Так, 407-02. 407-02. Это коммерческие организации, только уже негосударственные организации. Если вот это было коммерческое, до этого Приморский водоканал это было, это в государственной собственности находится этот Приморский водоканал, то вот это отопление, то что поставляет поставщик, и поставщик энергосбыт тоже идет счет на 407-02. Дальний энергосбыт и отопление это поставляют уже, получается, негосударственные организации. Счета негосударственных организаций на 407. Потом, что там еще у нас идет? У нас тут идет Приморский экологический оператор. Так. Расчетный счет 406-02. 406-02. Это государственная, в государственной собственности находится коммерческая организация, в государственной собственности. Потом у нас идет управляющая компания, значит, управляющая компания, расчетный счет, там, ООО, управляющая компания, БРИФ, расчетный счет, так, 407-02. Вот. Это не государственная организация. 407-02. Вот на этот счет у них идут деньги с этих платежек коммерческой организации. Так. И у нас еще есть, значит, взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. То есть, если что-то с домом самим случилось, то эти деньги идут у нас на счет, так, на счет 406-03. Смотрим. 406-03. Это, значит, счета организации в государственной собственности, некоммерческие организации. То есть, так, некоммерческая организация. То есть, эти деньги идут в фонд, в фонд, вот этот капитальный ремонт, для ремонта. То есть, если с вашим дома что-то случилось, то это просто некоммерческая организация, это просто фонд, из которого должны поступать деньги потом на ремонт, там, допустим, трещина какая-то, что-то случилось, да, там, кто-то там на машине врезался в дом, какая-нибудь трещина. И эти деньги вот из этого фонда поступают на то, чтобы залатать, там, ремонт произвести. Если у вас, допустим, пошел дождь сильный, да, и у вас затопило там вот это вот помещение сверху, как оно там называется, ну, где чердак. Если у вас, допустим, протекает там, что-то топит, то эти деньги на ремонт вот именно вот этого вот верхнего помещения, которое между квартирами и крышей находится, то эти деньги выделяются вот с этого капитального фонда капитального ремонта, который идет вот на счет 407.03. Я не могу понять, что за бред он несет, какие нахрен террористы, какие там банки этих контролируют, этих там налоговая контролируют, этих не контролируют. Да это бред какой-то, это бред сивой кобылы, он чушь какую-то полную несет. И вот эти вот, он говорит, что, ну да, это транзитные счета, все правильно. Вот эти 406, 407, это транзитные счета, верно. И вот отсюда средства, вот из этих вот, где вот я говорил, да, коммерческие организации, там, государственные, негосударственные. С этих счетов они, да, они транзитные, все верно. И с этих счетов идут деньги на оплату РСО, это ресурсоснабжающие организации. Ну, да все так и есть, да. Почему тогда, причем здесь бред про какие-то офшоры и финансирование? Что за бред? Что за бред вообще он несет? Да, транзитные счета, вот ресурсы, те компании, которые поставляют ресурсы, вот там, мазуты всякие для того, чтобы там, ну, смотря какие котлы там, где там, газом или мазутом, или там, чем еще там, соляркой отапливают эти котлы для того, чтобы тепло у вас в доме было. Вот в этом, те, кто поставляет ресурсы, да, с этих счетов, куда мы деньги перекидываем, с этих счетов, этим организациям, поставляющим ресурсы для жилищно-коммунальных услуг, им идет оплата с этих счетов. Да, они транзитные. Так а при чем здесь терроризм? Ты что, гонишь, что ли? То есть, это такая каша, понимаете, он такого бреда и каши намешал здесь, что, ну, просто, ну, это просто нереально. Потом там, ладно, я уже даже не буду разбирать вот эти вот там, где что зарегистрировано, вот эти ОГРНы, потому что он там такие же высеры делает, вы понимаете? Ну, такой же бред несет, типа, вот это там так должно быть, это так, там эти все один, там два, три, четыре, вот эти пять, вот эти цифры, они точно такие же, вот классификация этих цифр, откройте по ОГРН вот эти классификации, посмотрите. И там нет никаких противоречий, там все так и должно быть, я не могу понять. А он там начинает опять про какое-то там финансирование там каких-то счетов, офшоров там террористов, террористов, бред какой-то. Все подводит по какую-то, что вы должны написать заявление о том, что это спонсирование каких-то террористов, что вас заставляет там, это, измену Родины там сделать. Я вообще в шоке. Ну, вот посмотрите на этот бред, что происходит. Это же идиотизм в чистом виде. Я не понимаю, что с этими людьми, хотя нет, вру, я понимаю, что с ними. Это, как я уже говорил ранее, это тупость и эгоизм. Это когда, знаете, когда человек по жизни чмо кончено, но так как мы каждый обладает ложным эго, и всем хочется мнить себя великим пупом и царем и богом здесь на этой земле. А если ты по жизни чмо и неудачник, то тебе проще обвинить кого-то, да? Тебе, как бы, лучше не то, что там что-то на чего-то самому добиться, а лучше сказать, что я такое говно только потому, что вот эти гондоны меня обокрали. Они у меня все забрали, поэтому я чмо. Так-то я великий, царь и бог, я пуп земли, но вот из-за этих козлов, которые меня обобрали, я говно. Я не виноват, это они виноваты. Вот к чему это все идет. И вот эти тупицы, они с легкостью вот это все говно поедают, всасывают и начинают вот этот бред раскручивать. У нас все украли, нас там обосрали, нас обманули, все позабирали, это все вот они там все сделали. Но чтобы оправдать свое чмошничество перед самим собой, вот и все. Так устроена эта жизнь. Поэтому отсюда и майдан, вот чмошников вывели обосаные, которые сами ничего не могут. Им рассказали, сейчас пойдете там, поорете там, что-нибудь поразбиваете, снесете, и у вас сразу жизнь наладится, и хорошо все станет. Сразу те чмошники исчезнут, которые вас там обокрали. Но это же манипуляция, это просто такие дешевые манипуляции. Как вы знаете, по-моему, даже с животными посложнее манипулировать, чем с этими безмозглыми баранами в человеческом обличии. Вот так именно это все работает. И он все вот под эту затачивает тему. И, ну, давайте вот еще вот сейчас момент разберем один. Так, вот момент, о котором я говорю, который мы будем разбирать, значит, вот какой. Смотрите, для чего вообще... Ну, вот дальше там нет смысла, потому что у него там вся эта манипуляция. Потом он там, ну, разбирать его нет смысла. Он там предлагает перестать за все платить, там все эти штрафы, налоги, ЖКХ, там все. Перестаньте платить, типа, и счастье наступит у вас. Сразу свободными станете. И все хорошо, и наладится, и богатыми, и счастливыми, и успешными будете, великими. Так вот, ну и дальше, просто все построено на основах вот этой лжи, которую он вначале вбрасывает. Говорит, что там вас там все пытаются там забрать, там приставы, там и все такое. Ну, короче, ладно, я не буду... Ну, там и дураку понятно, что это бред какой-то, он уже дальше начинает из пальца высасывать. Я просто объясню, зачем это все делается. Это все делается только для того, чтобы манипулировать группами социальными. Все наше общество, это вот, допустим, социум внутри страны, он делится на разные группы. Вот этот социум, он разные группы по интересам. У нас тут вот куча групп, они все по интересам делятся, общий социум. И вот есть, допустим, там, ну, группа, допустим, вот, псевдо-каких-нибудь там патриотов, да, вот, псевдо-патриоты. Вот эта группа, допустим, социальная. Там что там есть, типа эти, знаете, как, ну, типа как протестная группа, вот, протестная группа, допустим. Ну, и разные. Ну, это образно я просто рисую. И вот смотрите, чтобы, допустим, вот эти вот тела, которые управляют государством, они, вот эта вся структура, которая надгосударственная, вот эта власть, допустим, власть, у них есть свои хозяева, глобалисты. И этим глобалистам надо, чтобы эта власть сохраняла свою позицию, чтобы она управляла всем социумом внутри. И чтобы социумом этим управлять, им надо манипулировать вот этими псевдо-патриотами, там, допустим, протестными социальными группами, ну, и разными там остальными. Но в основном политику-то играет, то это вот эти псевдо-патриоты, я их называю псевдо-патриотами, потому что это не патриоты. Это глупцы, которыми манипулируют. И протестные группы. Вот в основном в плане политики между ними основная борьба идет. Ну, остальные группы там, может, как-то всасываются в эти группы, вот основные две. И смотрите, что происходит. Если в протестной группе, допустим, власть скидывает ложные тезисы, типа, у вас все украли там. То есть им постоянно, вот у них там, они лидеров мнений определенных накачивают, которых начинают в информационном пространстве раскручивать. И эта протестная социальная группа, которая вечно всем недовольна, она постепенно начинает вот этих лидеров мнений, которых они сами же и создают, сама власть их создает, этих лидеров мнений. Вот эти, значит, протестная группа, она их начинает, когда они какую-то частичку правды закидывают в протестную группу, они тут же зубами цепляются за этих лидеров мнений. И начинает, ну, как бы, их считать, как, знаете, как своими гуру, там, своими, ну, теми, кто там несет там правду, там, то есть они их воспринимают как своих лидеров. Вообще, в целом, как лидеров воспринимают вот этих всех групп протестных. И вот эти лидеры мнений протестные, ну, якобы протестные, они что делают? Они, допустим, начинают рассказывать вам про вот эти ЖКХ, там, и все такое, что у нас тут СССР, надо перестать платить, и все такое. А потом, потом сама власть что делает? Она вот этой вот, таких же там лидеров мнений также накачивает с другой стороны, где вот эти вот лидеры мнений, они уже вот начинают на вот эту протестную группу, допустим, берут вот эти тезисы, которые вам ложные про этот СССР, бред этот сумасшедший, вкачивают в головы. Вместо того, чтобы вам вот эти чмошники, которые работают на власть, вместо того, чтобы рассказать вам про приватизации, про то, как золото вывозят нас тоннами все добываемой стране, про то, что у нас цифровой рубль, а он принадлежит банку международных расчетов. То есть вот эти все моменты, то, что у нас там Путин этих всех, вот Чубайсов там назначает спецпредставителем по продвижению цели устойчивого развития 2030, который фонд Рокфеллера двигает. И, кстати, мне там рассказывают, что потом вот эти всякие фурсовые там, Дрозды там и прочие, Наталья там, начинает рассказывать о том, что якобы там идет борьба между Рокфеллером, кланом Рокфеллеров и кланом Ротшильдов. Так вот, Путин, типа там, Лукашенко, там, принадлежит клану Ротшильдов, которые борются с кланом Рокфеллеров. Но это бред. Вы понимаете, что это людям, опять же, всирает в голову эту чушь, потому что никто там не борется. Они все вместе продвигают цели устойчивого развития 2030, потому что инклюзивный капитализм, который они подписали совместно, Ротшильд и Рокфеллер и вся вот эта братва, они продвигают вместе, у них никаких противоречий нет. А вот этот ложь, иллюзию противоречий нам специально вкладывают разные там фурсовые Дрозды. Для чего? Для того, чтобы мы думали, что у них там наверху какая-то борьба идет. И если, типа, нам мы видим, как сейчас фонд Рокфеллера, вот это, которому принадлежит ВОЗ, там, прочие эти организации, прививающие нам вот этот Бананофикус тут рассказывающий про него, играющий в этот дребедей. И нам такую ложную тезис закидывает, что, типа, якобы Путин против, типа, них, понимаете? А он почему против? Да потому что он под Ротшильдами ходит. И вы думаете, ну, раз из двух зол лучше поддержать вот этих, раз они против вот этой всей баранобесия. Но они не против баранобесия, потому что вы же видите, что Путин назначает, допустим, того же Чубайса своим спецпредставителем по целям устойчивого развития 2030. Он на Биуллину ставит Центральный банк, который сейчас делает валюту для, ну, то есть цифровую валюту создает Банка международных расчетов по их документации под видом нашего, якобы там, суверенного рубля внутреннего. Ну, вы же понимаете, что это идет в интересах цели устойчивого развития 2030. Тогда, как, тогда, если он действует, Путин ставит людей, расставляет по постам, которые создают, продвигают цели устойчивого развития 2030, тогда каким образом это можно отнести к тому, что он на стороне Ротшильдов, якобы, против, якобы, Рокфеллеров? Это же бред. То есть вы видите, в реале совсем другое. А вот эти чуханы вам несут вот этот бред. Это для чего? Это для того, чтобы внушить вам такую тему, что лучше поддержать Путина, он же там против Рокфеллеров, якобы. Ну, у вас мозгов, видимо, не хватает, чтобы вот эту логическую цепочку раскрутить. Я так понял. Так вот, вот эти лидеры мнений, вот в эти протестные группы вкладывают ложные тезисы о том, что там СССР, сейчас мы к суверенитету приведем. Это не приведет к суверенитету, это вы будете действовать в интересах крупного финансового капитала. То есть тех самых глобалистов, которые будут рушить активно. Они в последнюю фазу разрушения экономики вступили. И сейчас они полностью раскручивают и задействуют вот этих СССР, потом вот эти их там, у немцев вот это их движение тоже там, как там хрен вы говоришь. Потом свободные люди земли там, США, вот эти тоже идиоты. То есть это все одно и то же, это делается для разрушения нашей нынешней индустриальной экономики. И это готовилось уже давно и к этому идет. Так вот, они эти ложные тезисы закидывают для того, чтобы внутри, смотрите, чтобы им поддержку была для вот этих вот власти нашей, да, наверху. Они будут использовать эти тезисы для того, чтобы потом их же, эти тезисы разоблачать и показывать вот этим, вот этим псевдопатриотам сюда закидывать. Говорят, посмотрите, что эти идиоты делают. Они подрывают нашу экономику, подрывают суверенитет, уничтожают страну. И вы пострадаете от этого. И псевдопатриоты, видя это, они говорят, ну да, это что за бред. Это получается вот эта вот типа группа, да, это типа агенты госдепа. Почему? Да потому что им правда внушили, что у нас тут ФРС и госдеп всем руководит. Хотя это неправда. Всем руководит это ООН, клан Рокфеллеров, который ООН и создавал. И Банк международных расчетов полностью экономикой всей, на всей земле полностью заведует экономикой. Банк международных расчетов. То есть уже ложные тезисы у них тоже в голове есть. Им никто об этом не говорит, и они даже понятия не имеют. А когда я пытаюсь говорить, меня выпиливают везде. И орут, что ты тупой шизофреник, мы с тобой разговаривать не будем, пошел вон. Нормально, да? У них своя картина мира сложилась в голове, и у них когнитивный диссонанс начинается, когда говоришь им правду. У них припадки начинаются откровенно. Они не могут просто терпеть источник правды, который ломает их картину мира ложную. Так вот, они вот этой группе будут разоблачать ваши тезисы. Вот я сейчас показал, что он бред несет, сумасшедшие вот эти идиоты. И им также будут это все показывать, разоблачать всю эту тему, а потом говорить, посмотрите, что эти идиоты делают. И таким образом можно вызвать противостояние вот этих двух групп. То есть они будут готовы друг друга просто резать вот такими вот режиками, ножиками. Они будут друг друга просто резать вот эти две группы. И вот этой группе, смотрите, таким образом власть себе повышает авторитет, уважение и рейтинг. Когда разоблачает тезисы, свои собственные тезисы, которые они через, благодаря глобалистам, вбрасывают сюда к нам. Они эти свои собственные тезисы будут разоблачать и повышать свой рейтинг среди псевдопатриотов, которые будут готовы вас рвать из протестных групп на куски. Потому что вы тупицы, безмозглые, всасываете ложные тезисы, распространяете их. И вы идиотами полными выглядите. И вы таким образом не делаете что-то полезное, а вы играете на стороне глобалистов, которым это и надо. И вот эти вот еще, потом вы к власти даже подобраться не сможете, потому что псевдопатриоты будут готовы сдохнуть за Володю и за всех остальных глобалистских марионеток. Потому что они будут реально видеть эти разоблаченные тезисы и будут реально считать, что правда и истина на их стороне. Это и есть манипуляция. То есть они таким образом поднимают себе рейтинг, а вас используют как кретинов последних. Вы же понимаете, как это все устроено или нет? Так работают эти технологии, вот это все политики, политиканство этим, когда занимается, вот эти манипуляции. Вот эти все методы манипуляции в тех же Тавистоках это все разрабатывается. Как Тавистокский институт по человеческим отношениям в Британии. Рокфеллер принадлежит Рокфеллером, клану Рокфеллеров. Они его создавали, они выкупили там больницу, которая с 20-го года там существовала. И в 46-м на ее основе сделали вот этот Тавистокский институт по изучению человеческих отношений, в котором изучают вот эти вот схемы, о которых я сейчас вам говорю. Вот эти схемы манипуляции с обществом, социальными группами. Они там изучают вплоть до того, что как вот использование вот этих майданных технологий, когда у человека даже могут таким образом сманипулировать, что ему не надо будет ничего говорить, нушать, а просто вокруг него определенным образом расставить предметы. Это теория поля там называется. Когда ты какие-то предметы вокруг человека, вот предметы выстроил, допустим, какие-то, которые вот человек тут стоит в серединке, да, и вокруг него предметы, и они будут эти предметы, которые вокруг него, из их теории поля, они будут подталкивать человека к определенным действиям. Вот к этому предмету, допустим, человек захочет подойти и пощупать его, погладить. Вот от этого отвращение будет, к примеру, вот от этого предмета. Он захочет уйти от него куда-то. Вот к этому предмету он придет и будет его обсматривать, обглядывать. То есть изучается само поведение человека, то есть механизмы, которые вызывают те или иные действия. Когда человек видит, созерцает какой-то предмет, у него возникает внутреннее желание. И там происходит разрядка. Типа желание возникло, ему надо разрядить вот это вот желание. И он подходит и какие-то манипуляции с предметом осуществляет. То есть человека можно даже таким образом куда-то везти. Вот ему расставляя определенным образом предмет, и можно везти его куда-то, чтобы он куда-то в какую-то сторону шел. То есть вот такие даже манипуляции разрабатываются. Хотя даже ничего говорить не надо. То есть вот эта вся тема, это все абсолютно разработано, уже обсосано, уже все это работает. Они все знают, как это все делается. И вот вами сейчас, я вам простейшую схему показал, как вами пытаются манипулировать. Можно вот гражданскую войну тут устроить на основе вот этих вот протестных групп псевдопатриотических и вот этих, ну, скажем даже так, псевдопротестных. Потому что тут никакого протеста нет. Потому что вся протеста основана на ложных тезисах, которые легко разоблачаются, таким образом поднимает рейтинг власти. Ну, в общем, я вот объяснил, как это все работает. Именно к этому все и сводится. Вся вот эта вот конитель, вся кухня именно к этому и сводится. И вот смотрите, мы сейчас разберем один из основных тезисов вот этой их ложной, лживой, вонючей пропаганды, вот этих вот идиотов, на которой они все строят вот эту всю основную свою идеологию. То, что типа Россия это все фуфло, там у них на сайте, на глобалистском сайте им сказали, что это просто ООЖ какая-то там где-то зарегистрированная. Ну, как и всем остальным лохам по всему миру точно тоже самое лепят они. И, значит, вот они все ссылаются на 67-ю статью Российской Конституции о том, что якобы она подтверждает то, что у России нет никаких прав, ничего нету, никакой юрисдикции, кроме шельфа якобы. Вот смотрите, что здесь написано, сейчас мы это разберем. Ну, это просто невероятно. И понимаете, когда начинаешь вот это объяснять этим тупицам, у них припадки, истерики там какая-то начинается, идиотия начинает происходить у них там. Непонятно, и они не хотят слушать, представляете? То есть они видят, что они неправы, и они говорят, пошел ты вон там, и все такое, и типа мы с тобой не будем разговаривать, слушать, и убегает тут же. Вот так это все работает. Это называется когнитивный диссонанс. Когда вот эти мировоззрения, точки разного восприятия мировоззрения сталкиваются с собой, и у человека возникает вот этот когнитивный диссонанс, вот это столкновение двух идей, который он видит, что одна у него уже сформировалась в голове, ему кажется, правильная. А когда появляется другая такая же картина мира, которая на абсолютной логике и здравом смысле выстроена, и она сталкивается с уже сформированной его картиной мира, и он понимает, что вроде бы как ему казалось всегда, что это правильная картина мира у него была, а тут такая же появляется, тоже правильная картина мира, которую он не может как бы раскритиковать и обосновать ее неправильность. И у него вот эти вот столкновения, вот эти картин мира, вот этих двух мировоззрений, точек мировоззрения, у него вызывает когнитивный диссонанс, ему становится плохо, и он хочет избавиться от новой вот этой картины мира, которая абсолютно логична и правильна, хочет подальше и держаться от источника, который показывает эту картину мира, потому что ему тяжело воспринимать ее, ему плохо становится, его прям выворачивать начинает наизнанку. Это называется когнитивный диссонанс. Так вот, такой когнитивный диссонанс возникает у кретинов, когда им начинаешь показывать вот это все. Вот смотрите, им уже давно, уже много лет в голову бивают вот эти вот пропагандисты, манипуляторы от глобалистов, они им вбивают в голову, что у нас тут все незаконно, РФ это просто конторка непонятная. И вот смотрите, это все основывается, вся пропаганда на 67-й статье Конституции РФ. Смотрите, что здесь написано. Значит, часть первая. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом. То есть вот эта вся территория, именно суша, вот это наша суша, континент, да? Вот это на континенте, вот эта территория суши за Российской Федерацией, это получается и есть Российская Федерация, на которой действуют наши внутренние юрисдикции и законы. То есть это естественно. Мне там говорят, а почему не пишут, что там юрисдикция действует? Так это естественно, а где она должна действовать еще, эта наша юрисдикция? Где? Понятно, что на территории нашей. А потом они говорят, так посмотри, тут же написано, вот смотри, вторым пунктом идет, Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительно экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемой федеральным законом и нормами международного права. И они говорят, вот смотри, вот наша юрисдикция только здесь действует. Нет, она не только здесь действует. Это второй пункт идет в качестве дополнения. И дополнение он идет к международному морскому праву. Почему это так? Потому что я уже начинаю примеры этим кретинам безмозглым приводить. Смотрите, давайте вот рассмотрим такие вот моменты, как вот допустим, на карту сейчас глянем. Вот она карта. И вот мы смотрим, вот Российская Федерация, вот эта вот, вот сухопутная ее часть, это все входит в состав Российской Федерации и здесь действует наша юрисдикция. И также там написано, что вот эти внутренние воды, то есть воздушное пространство, то есть это все наша юрисдикция, воздушное пространство и внутренние воды, это озера, вот эти всякие, вот здесь идут озера, моря, вот это, по-моему, там Белое море, да. Белое море, допустим, это все входит, это внутренние территориальные моря и озера, это все входит в нашу юрисдикцию. А вторым пунктом прописано, что то, что наша, значит, юрисдикция распространяется также на, допустим, на континентальный шельф, это что значит, на континентальные шельфы и на исключительное, допустим, там экономическое пространство, это что значит? Это значит, что, допустим, есть такие вот, как вот моря, вот смотрим, да, японское море, Охотское море, Берингово море, они не являются частью нашей территории, вы понимаете? Вот почему здесь, допустим, кажется, вот тут же Петропавловск-Камчатский, да, вроде как, нет, тут еще есть Япония и какие-то там, не помню, как острова там называется, которые относятся к Японии, то есть часть вот этого моря, оно является и входит в нашу экономическую зону, но часть моря этого, оно входит также в экономическую зону Японии. Вот смотрите, сейчас покажу. Так, вот, Охотское море, значит, смотрим, большая часть, вот она, видите, да, на карте, там Охотское море, здесь вот наша территория идет вокруг и Япония также касается Охотского моря. Большая часть акватории Охотского моря вне территориального моря России и Японии относится к исключительно экономической зоне России. То есть большая часть этого моря, которая вне территории нашей, оно к нашей экономической зоне. Именно поэтому там и пишется, что юрисдикция на шельфе этого моря, то есть распространяется на 200 миль, согласно морскому праву, на 200 миль от вашей сухопутной территории, распространяется, ну, как бы, идет по шельфу вот этого моря, то есть по дну этого моря проходит. И все, получается, ресурсы, которые здесь находятся в этом море, в 200 мильной зоне, согласно морскому праву, они относятся к вашей, входят в вашу юрисдикцию, и это означает, что это ваша, как она там называется, исключительно экономическая зона. Понимаете? И там эти всякие вот эти рыбы, там моллюски, короче, они тоже входят в вашу исключительную экономическую зону. То есть это ваше, как бы, ну, это все за вами закреплено. И если здесь где-то находятся какие-то, допустим, шельфы, ну, в шельфе там находят залежи там, допустим, нефти, газа или еще что-то, вот в шельфе в этом, то это является вашей исключительной экономической зоной и распространяется на юрисдикцию России. То есть это в вашей юрисдикции. Вот в чем дело. Само море-то не ваше, а оно, согласно вот этому морскому праву, шельф этот, на котором все эти ресурсы находятся, это все ваше. Именно поэтому это прописывается вторым пунктом, потому что это не входит в территорию, это и к вам не относится, ну, к нам, я имею в виду, к России. А это, но все, что здесь находятся, все ресурсы, они входят в нашу юрисдикцию и относятся к нашей экономической зоне. А эти клоуны безмозглые начинают бред какой-то нести. И тут какая-то часть, вот, согласно вот этому, ну, это все делится там на уровне международного права, какая-то часть вот этого моря, она к Японии относится. Вот все ресурсы, которые там есть, это Японии принадлежит. Большая часть этих ресурсов, она нам принадлежит. И если море, допустим, где-то вот, ну, так вот, Берингово море, да, тут вот от крайней точки суши на 200 миль, это тоже ваши, получается, там, ресурсы. То есть это вот именно в этом плане регулируется, потому что оно само-то нам не принадлежит, и наша юрисдикция на него не распространяется. Она распространяется только на определенную экономическую зону в 200 миль, если нет других претендентов. А вот, допустим, Белое-то море, оно в нашу юрисдикцию полностью входит, является территориальной частью нашей, ну, как бы, Российской Федерации. Потому что там нету других границ, только оно, ну, у нас внутри, вот озера там тоже, это, там наша юрисдикция, наши законы действуют. И причем здесь, получается, вот, допустим, в этих морях у нас там воздушное пространство, оно не закоплено, не на нашей юрисдикции, не распространяется на воздушное пространство. Оно только распространяется на шельф. Именно поэтому речь идет о шельфе, что только на шельфе наше распространение идет нашей юрисдикции, Российской Федерации. А воздушное пространство к нам не относится. Это не наша юрисдикция. Вот почему вторым пунктом там идет обозначение, что обладает исключительно на шельфе, в исключительно экономической этой зоне. Речь идет именно о шельфе, потому что воздушное пространство и сама вода к нам не относится. Только дно морское относится к нашей экономической. Я по несколько раз повторяю, потому что тупые, они не могут врубиться. Я некоторым по 10 раз, представляете, по 10 раз одно и то же повторяю, они не оттупляют. Они просто тупорылые. Вот давайте сейчас еще. Вот здесь, допустим, Берингово море, там экономическая зона. А давайте сейчас даже посмотрим. Так вот, берем Берингово море. Вот оно, Берингово море. Значит, Берингово море омывает берега России и США. Берингово море. Биоресурсы моря распределены в исключительных экономических зонах этих двух стран, а также в международных водах, анклаве в центральной части моря, прозванного в США дыркой бублика. Благодаря совпадению ряда климатических, географических, гидрохимических и других факторов, Берингово море является одним из богатейших районов промысла водных биоресурсов в Мировом океане. При этом наиболее богатая, с промысловой точки зрения, северо-восточная часть моря находится в исключительной экономической зоне США. Вот в чем речь идет. А экономическая зона это шельф. Шельф и вот эти все морепродукты, которые здесь находятся, и также газ, там нефть, все, что есть, все, что можно найти в этом шельфе на 200-мильной зоне, оно и находится в исключительной экономической зоне США. И у всех стран так, это согласно морскому праву все, международному. То есть они, понимаете, они просто бред какой-то вбрасывают и начинают раскручивать какую-то хрень. Это не говорит о том, что у нас права там только на шельфе. Это говорит о том, что это дополнительно наши права. У нас там прав нету, но у нас, согласно второму пункту Конституции, 67-й статьи, у нас там дополнительные права, которые дают нам возможность, чтобы эти ресурсы, которые там есть в этом море, находились под нашей юрисдикцией. Если с Японии в нашу часть моря заплывет какой-то кораблик, и он найдет там какой-то сквар, допустим, залежи какого-нибудь там, на шельфе найдет залежи газа, допустим, или нефти на морском, то им не достанется этот газ и нефть, потому что это входит в нашу исключительную экономическую зону. И там распространяется наша юрисдикция. Понимаете, в чем дело? Так, море нам не принадлежит, но юрисдикция наша распространяется на 200 миль туда, в этом море. Если какой-то кораблик там британский, там американский, или японский, или корейский, или еще какой-то зайдет, что-то найдет, то они это не получат, потому что это наша юрисдикция. И она дополнительно это прописана. И у всех конституциях точно то же самое есть. Что вот эти на 200 миль, согласно морскому праву, все, что ресурсы какие есть, вот в воде, вот по шельфу морскому, по дну, это все принадлежит тому государству, с которым граничит это территориальное море. Вы понимаете, в чем смысл вообще всего вот этого? А вам перевирают это все. Вы же понимаете это или нет? Нет. Это ложь, откровенная ложь от мерзких мудаков. И не надо мне говорить, что ну зачем ты так по злому так говоришь? Ну потому что я не хочу лицемерить и говорить заблуждающиеся люди, непонимающие. Нет, это безмозглые идиоты, у которых говно вместо мозгов. Я буду говорить как есть. Потому что эти тупые, они ими манипулируют, и они ведут к тому, что прикончат потом и вас, и их, и ваших детей, и их детей. Они их подталкивают к тому, чтобы они сами себя прикончили, еще и вас, и ваших детей поубивали. А я должен тут лебезить перед ними, жопу им вылизывать, рассказывать, что они заблуждаются, да? Да нихрена они не заблуждаются. Это тупые мрази, которые пилят сук, на котором сидят идиоты. И хотят себя прикончить, вас и ваших детей поубивать. Вот к чему это все идет. Потому что ими манипулируют, как последними конченными баранами. Манипулируют вот эти самые глобалисты, которые сейчас раскручивают всю эту блевотину сраную с этими их СССРами, там, свободными людьми и прочим этим бредом сумасшедшим. Дурят просто, откровенно дурят. Так, вот я сейчас вам покажу, уже, ну, все, резюмируем все это, подводим дело. Смотрите, вот еще и по исключительной экономической зоне. Исключительная экономическая зона, часть моря шириной в 200 миль, отсчитываемая от линии наибольшего отлива или исходных линий. Исключительная экономическая зона включает воды, морское дно и его недра. Оно не включает в себя воздушное пространство. Вот как я говорил, что вот это море само, воздушное пространство над ним, оно не является частью нашей юрисдикции, не является частью нашей исключительной зоны. Но морское дно и его недра, они являются частью именно вот этой исключительной морской экономической зоны. Значит, ширина зоны не может превышать 200 морских миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря. Более 100 государств определили свои зоны шириной в 200 миль. Исключительная экономическая зона является частью моря, в которой прибрежное государство, прибрежное государство, слышите, да? Что это не наша территория, это просто прибрежное государство, осуществляет определенные международным правом суверенные права. Вот вторым пунктом в этой 67-й статье Конституции, это и идут вот эти суверенные права нашей юрисдикции. Море не наше, но наша юрисдикция там распространяется на часть этого моря. Ну это я вот просто как пример беру. Вот о чем речь идет. Там, где не наша территория, но там в некоторых территориях, вот этих, на шельфе на континентальном, как и не только у нас, но также и у других государств, у которых рядом, которые граничат с этим морями, у них точно так же, как и у нас, есть вот эта юрисдикция, точно так же у них прописана в их Конституции, и своя экономическая исключительная зона. Так вот, вот эти вот, значит, они включают, значит, вот эти вот международные правом суверенные права, они включают право А, разведку, разработку и сохранение природных ресурсов, как живых, так и неживых, Б, второй пункт, значит, управление этими ресурсами, В, третий пункт, другие виды деятельности по использованию зоны в экономических целях, например, производство энергии путем использования воды, течения ветра, значит, потом, прибрежное государство осуществляет в зоне юрисдикцию в отношении, значит, первое, создание и использование искусственных островов, установок, сооружений, второе, морских научных исследований, третье, защита и сохранение морской среды. Вместе с тем, исключительная экономическая зона не является частью открытого моря. Другие государства обязаны уважать нормы, установленные прибрежным государством, в рамках их юрисдикции. Слышите, да? Установленные прибрежным государством в рамках их юрисдикции. Так вот, мы являемся прибрежным государством к тому же Японскому морю или Беринговому морю. И на 200 миль распространяется наша юрисдикция дополнительная, потому что это не наша территория. Я несколько раз повторяю это, потому что тупорылые никак не могут догнать. У них когнитивный диссонанс начинается, они тупить начинают жестко, как идиоты себя вести. Начинают визжать, как вот я общался, начинают визжать, что я не хочу ничего знать, не надо, я не хочу это слышать, все не так. Понимаете, ну это дебилизм откровенный. Это дебилы, которые просто действуют в интересах глобалистов. И они хотят просто уничтожить себя, своих родных, близких, и вас хотят уничтожить, и ваших родных, и близких, эти идиоты безмозглые. Значит, и сказанного в частности, дальше читаем, Следует, что уголовная юрисдикция прибрежного государства ограничивается перечисленными сферами пунктов А, Б и В. Оно может проводить досмотр, инспекцию, арест, судебное разбирательство. Видите, юрисдикция распространяется вот таким образом, на 200 миль. Однако, арестованное судно и его экипаж подлежат немедленному освобождению после внесения залога или иного обеспечения. Налагаемые наказания не могут включать тюремное заключение или иную форму личного наказания. Иное положение может быть установлено договором. Такой договор имеется, например, у России с Японией. Российская сторона в случае задержания японского судна, занимающегося незаконным ломом рыбы, в нашей экономической зоне, где наша юрисдикция распространяется для дебилов, блядь, повторяю еще раз, Передает его японским властям, которые обязаны провести судебное и административное разбирательство в случае ареста или задержания иностранного судна. Прибрежное государство немедленно уведомляет государство судна о принятых мерах. Прибрежное государство обладает исключительной юрисдикцией в отношении искусственных островов, установок и сооружений, включая таможенную, фиксальную, санитарную и миграционную сферы, а также вопросы безопасности. Вот это что такое означает второй пункт. Когда ваша юрисдикция распространяется туда, где нету вашей территории, за границей вашей территории, а именно на уровне этих морей и шельфов континентальных. Вот что происходит. Не надо тупить и выдумывать того, чего нету на самом деле. Вам вот эти тезисы, еще раз говорю, вбрасывают специально, чтобы безмозглые тараканы с гомничьим в голове всасывали этот сумасшедший бред и начинали его раскачивать, вот эту всю тему. А потом они же разоблачат этот бред, псевдопатреонтам скинут, и те будут жопы вам разрывать на куски, и они будут в этом плане правы. Потому что вы тупите и делаете, просто причиняете вред и государству, и самим людям. И это делается именно с помощью самих вот этих наших управленцев. Потому что они скачут под глобалистами, им надо участвовать в разрушении экономики. И они создают эти ложные тезисы и вбрасывают, чтобы потом разоблачать. И таким образом они себе жопу прикрывают вот этими псевдопатриотами, которые будут их защищать, конечно же, думая, что они за правое дело. Хотя им просто кусочек маленький покажут, на уровне вот этих тезисов, и покажут, как вы действуете неправильно, как вы ведете себя по мерзкой, бессовестной, глупо. И они будут защищать, даже не понимая, что на самом деле вот эти все шакалы, это они же и создают эти ситуации, которые разоблачают. Но они, не понимая этого, эти дебилы, будут рвать вас на куски. Вместо того, чтобы деморализовать их, объясняем про приватизацию и про все остальное, чтобы они перестали действовать в интересах вот этих ублюдков и отказались защищать их. Вы, наоборот, создаёте такую ситуацию, при которой вы, наоборот, накачиваете их моралью, и они готовы будут жопу вам разорвать потом за ублюдков. Вы делаете все прям наоборот, то есть играя по этим правилам, которые вам создают и действуют в интересах глобалистов. Вот что происходит. Как тяжело вот с людьми вот в этом плане объясняешь, объясняешь, ну тупые, ну господи, да что ж такое, а ну почему такие безмозглые? Все вот эти вот, смотришь на этих псевдопатриотов, ну идиот на идиоте. А потом смотришь на вот этих вот борцов, якобы там со всякими глобалистами, там вот этих вот протестных. Так там-то такие же идиоты, абсолютно такие же практически один в один идиоты. Только одних на одно заточили, других на другое, но они все и те и другие играют в интересах вот этой крупного финансового капитала, который им просто манипулирует как фишками какими-то тупорылыми, безмозглыми пустышками. Просто расставляет их туда-сюда, и вот они как пешки туда по этой доске скачут, друг друга рубят, и все. И все это происходит исключительно в интересах вот этого самого крупного финансового капитала. Господи, как тяжело, а? Я вот иногда думаю, чем я реально заслужил такое наказание, чтобы жить в этом холливуде с идиотами, с этими животными тупыми. Ну уж простите, но говорю как есть. Ну я не говорю, что все прям такие, но есть конечно далеко, довольно такие разумные люди, но большая часть, ну идиоты идиотами. Ну невозможно уже просто терпеть все это скотство тупое. Причем я же не говорю каких-то сверх там вещей таких, вот знаете, что-то там сверх разума, что-то такое. Я показываю обычные вещи логические, которые, ну как мне кажется, должны быть доступны любому человеку, даже ребенку, по-моему, это все объяснил, он поймет. Почему люди, жизнь прожившие с десятью там этими высшими образованиями, ну тупые, как пробки, ну деревянные просто. Ну как это может быть? А как он образование эти получал? Ну он же тупой откровенно. Ну к сожалению, вот так это и происходит. И я смотрю, чем дальше, тем больше люди тупеть начинают. Вот реально, вот это Бананофикус, тут теперь это псевдовойна, которая там разыгрывает этот спектакль. Смотришь на это все, и эти безмозглые вот тараканы, они в это все верят, верят прям, сами же участвуют, раскручивают этот весь бред. И вот смотришь, люди все тупее и тупее становятся. Я просто шокирован этим всем. Ладно, все. Всем пока. Подумайте над тем, что я сказал. Просмотрите еще раз это видео. Все вот эти тезисы проработайте, чтобы вы понимали, что происходит. Продолжение следует.